Всем привет! Сегодня у нас на повестке дня Windows 11 Insiders Preview и речь пойдет о ее обновлениях. Как я и говорил ранее в видосах на эту тему, мы не будем каждое из обновлений рассматривать, делать обзор, потому что нет смысла. Обновлений много, они все мелкие и что-то существенного выходит мало. Поэтому спустя сразу несколько обновлений будем говорить о новых функциях. В моем случае я пропустил 4 обновления, начиная с 47-го, 47-го, 52-го, 62-го и 67-го. 25-267 последний, который у меня установлен. Как загружать их в Россию я уже говорил. Способы обхода можете посмотреть по ссылке в описании в предыдущих роликах. А также хочу подметить, что все нововведенные функции, которые мы будем рассматривать, доступны не у всех, как обычно. Итак, начнем с версии 25-247 и что же нам обещают нового. Во-первых, это доступ к эффектам Windows Studio из быстрых настроек. Как обычно, доступно не на всех компьютерах, поэтому у кого-то есть, у кого-то нет. Также Microsoft начинает внедрять новый раздел рекомендации по энергопитанию. Скорее всего, это будет актуально для ноутбуков, чем для обычных системных ПК. Также в диспетчере задачи добавлен фильтр процесса и он получил несколько улучшений. Также хочу подметить, что в диспетчере задач автозагрузка полностью пуста. То есть она переехала. Это очень было неприятно, непривычно, но что есть, то есть. Также теперь имеется улучшенная поддержка тем, где диспетчер задач почти во всех режимах имеет возможность отображения тем. То есть мы можем установить предпочитаемую тему специально для диспетчера задач, независимо от выбор. Следующее нововведение – это предполагаемые действия. Для копирования текста с потенциалом поиска Windows появляется в встроенный пользовательский интерфейс, где предлагается перейти по поисковому запросу Microsoft Edge. Обновленная информация для облачного хранилища в меню параметра Windows 11 также доступна тем, кто им пользуется. Также это обновление получило множество мелких изменений. Допустим, в меню пуск ведется работа по отображению более полезного контента в разделе рекомендации. А также введен новый тип контента – веб-сайты. То есть в рекомендациях теперь будут отображаться самые посещаемые веб-сайты. В этом же обновлении говорится о возможности отображать секунды в часах на панели задач. Но эту функцию также могут увидеть не все. Также это обновление получило множество новых изменений, мелких и исправлений предыдущих ошибок. Обновление 25.252 принесло нам не так много нового, но все же принесло. Допустим, добавлен статус VPN в системный трейд. При подключении к распознанному профилю VPN, значок VPN в виде небольшого щита будет наложен цветом акцента вашей системы на активное сетевое соединение. Поиск на панели задач разрабатывался и делался по подобию Windows 10. И теперь у нас есть возможность его менять. Конечно же, про возможность я говорил в кавычках. Потому что, как обычно, доступно это не всем. И, вероятно, в настройках своих параметров вы не найдете способ изменения своего варианта поиска. Хотя в другом типе инсайдерских версий, а именно бета, можно заметить, что поиск изменился, но также не имеет настроек. Версия 25.262 принесло следующее изменение. Во-первых, это виджеты. В этом случае у нас удалено требование авторизации в учетной записи Microsoft для использования функции доски виджетов. В версии обновления 25.267 продолжаются эксперименты с разными вариантами того, как вырядит поиск на панели задач. Начинается сборка 25.252. Инсайдеры на канале DEV, начиная с этой сборки, начнут видеть обновленную обработку с более закругленными углами. Если вы видите новую обработку, вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши по панели задач, чтобы открыть настройки панели задач и настроить ее. Получив все обновления и пощелкав по настройкам, я так и не смог найти изменения параметров поиска на панели задач, потому что у меня их нет, как и у многих других пользователей. Как я и говорил в предыдущих роликах, говорю и в этом, что многие обновления делаются для узкого круга инсайдеров. И получить все возможности, которые описаны с новыми обновлениями, у нас не всегда есть возможность. Хочу подвести итог, что эти обновления, в принципе, призваны устранить или решить какие-либо проблемы, вызванные предыдущими обновлениями. Что-либо визуально нового ждать пока не приходится. Есть пользователи из США, насколько я знаю, которые получают все обновления. Другие страны пока что находятся в режиме ожидания. Ну а на этом все. Вот такой вот обзор небольшой. Всем спасибо.